Друзья, приветствую! Сегодня у нас теле-радио Вещане. Буду отвечать на ваш вопрос, который вы прислали мне. Здорово, очень классно, что вы делитесь. И я постараюсь сейчас дать обратную связь по максимуму на те вопросы, поддержать тех людей, которые уже написали. Поэтому пишите, не стесняйтесь. У нас очень важный первый этап нашей работы, это понимание именно как мы будем работать, что мы будем делать и как нам найти мотивацию. Потому что все остальное это техническая часть, как сделать продукт, как продавать, как правильно это все преподнести клиенту, как делать презентацию. В целом с этим мы справимся, мы с вами уже взрослые люди, профессионалы, с этим мы разберемся. Но самая главная составляющая, я считаю, это именно ментальная составляющая и готовность действовать. И если она у нас есть, то у нас все получится. Если у нас где-то здесь идет сбой, то дальше, что бы мы ни делали, как бы мы ни строили нашу пирамидку, она нас не будет работать. И в этом видео хочу поддержать тех людей, которые мне уже оставили сейчас в комментарии и разобрать ваши вопросы. Возможно, вам будет это супер полезно. Итак, первое. Ирина, я не запускаю сейчас тему с консультациями по той причине, что я недавно обожглась. Я запустила курс по дизайну интерьера с продюсером и я очень разочаровалась. Я потерял кучу денег, сил и в итоге клиенты не получили результатов. Продюсер меня кинул и мне приходится со мной выполнять все обязательства, которые она наобещала людям, чтобы они купили. Печальная ситуация, что тут можно сказать, но тут очень важная вещь, что да, как бы обжегшись один раз в партнерстве, это тоже может быть. Но ничего тут страшного нет, потому что, окей, у вас теперь есть негативный опыт. И да, вы сейчас разберетесь с ситуациями, которые возникли с клиентами, со студентами. Да, может быть печально, но ничего страшного нет, потому что как минимум у вас есть продукт. Ну, либо его зачатки, то есть вам изменить или что-то сделать, вы уже получили новый опыт, я считаю, что абсолютно нормальный. Также вы поняли еще одну важную вещь, что вам не нужен продюсер, чтобы справиться самостоятельно. Вы понимаете, что надеяться можно на себя, берете ответственность в следующий раз уже на себя и будете уже работать сами, понимая, что делать надо и самое главное, что делать не надо. Мне изначально не нравится подход. Вот, сначала продаем, потом делаем. Кстати, мне тоже. Я могу объяснить, почему такой подход нужен, потому что изначально, чаще всего, когда ты запускаешь продукт, ты не знаешь, что нужна аудитория. То есть, в чем суть? Ты собираешь аудиторию, вот как мы сейчас собрали, потом ты задаешь вопросы. Вот как я сейчас это делаю, как сейчас отвечаю на вопросы. И посыл такой, что в зависимости от того, какая аудитория пришла, ты под них делаешь продукт. Вот сейчас, допустим, пришло ко мне 250 человек, и по идее продукт я должен делать под вас, потому что я еще, ну, не знаю. Но это работает, когда ты делаешь запуск вообще на новую аудиторию, непонятно как, непонятно чего, когда ты новичок. Но есть особенность, я этот запуск уже делаю там не первый, например, не первый десяток, я очень много провел материалов и, ну, провел обучений. Вот, соответственно, я знаю, что вы спросите, я знаю, какие у вас проблемы. Я сам проходил через эти проблемы, через эти проблемы уже проходили сотни моих учеников, и мы их решали. То есть, то, что вы пишете, оно, в принципе, как бы про вас, да, как будто уникально. Но если посмотреть детальнее, то на все есть эта система. То есть, есть система, какие вопросы возникают и как их решить. И если у вас такой опыт и такая система есть, вам не нужно каждый раз им подстраиваться. Другое дело, что нет, конечно, у вас ни опыта, ни проблем. Поэтому важно выбирать продюсера, если вы с кем-то собираетесь работать, что кто-то будет вашим либо экспертом, либо наставником, либо партнером. Очень важно, чтобы у него был опыт. То есть, большую ошибку будет брать именно начинающего специалиста в этом плане. И он будет тренироваться, по сути, на вас и делать вот такие вот вещи, а вы будете выгорать. Поэтому, если выбираете работать с кем-то, то работать нужно с опытным человеком. И тогда нет необходимости будет вот это вот все простаивать. Опытный человек сразу вам скажет, делай один, два, три, у вас будет результат. Почему ты это знаешь? Спросите вы его. Он скажет, потому что я это уже делал, я знаю эту аудиторию, я знаю, как люди мыслят, какой продукт создать, как сделать упаковку, как продавать. Если вам некомфортно продавать вот в таком режиме, как комфортно продавать будет именно вам. Потому что есть такая особенность, что продажи будут только когда вам будет комфортно. Это дебильные типовые шаблоны, продающие вебинары, где я, не я. Вот это о том и речь. Что нельзя, не получится продать то, что ты не чувствуешь. Если ты действуешь по шаблону, чужому шаблону это не будет работать. Просто знайте об этом. Хорошо, что у вас есть опыт, воспринимайте это именно как опыт. И самое главное, что вот у вас сейчас идет связь, что у меня не получилось что-то раньше с кем-то, поэтому сейчас идет страх. Вот это надо убирать. Надо перефразировать эту тему под то, что я теперь знаю, как точно не надо, и теперь я буду делать так, как надо. Мне постоянно приходилось что-то строить из себя. Прогревы, успешный успех. То же самое, да, если у вас нет успешного успеха в ценностях. К примеру, у меня нет. Я достаточно такой простой парень, хоть и обеспеченный, но у меня нет желания там показывать всем там свое богатство, бриллианты, автомобили и все остальное. То есть мне даже стыдно это делать. Это нормально, вам не надо это делать, это не обязательно. Не обязательно других людей завлекать именно деньгами. И к вам придут такие же люди, которым важно именно развитие. Вот ко мне приходят люди, не которые хотят себе купить последнюю модель Ламборджили, либо Роликсов, а те, кто хотят развиваться и развиваться на любимом деле. То есть вы привлекаете людей как раз таки тем состоянием, тем успехом, который у вас есть. Не в плане финансового успеха, хотя это тоже важно, а в плане именно ментального и в плане работы над собой и движения развития, развития личного. Но мы это дело изучим чуть-чуть попозже. Я дам вам интересную историю по ценностям Шварца, очень хороший круг, покажу как им пользоваться. Я сама тем временем впахиваю на стройках, зато в сторисах живу красивой жизнью. Вот это как раз не надо, надо и показывать стройки, и показывать, что вы там эксперт. У меня теперь это свежая рана, хочу сначала вникнуть, разобраться, убедиться, потом действовать. Да, это правильный подход, в принципе, бессмысленно действовать, когда ты не понимаешь, ты теряешь ориентир. Единственное, когда можно действовать, когда ты не понимаешь, когда ты 100% доверяешь своему партнеру и говоришь, я тебе доверяю, будем делать так, как надо. Но это должно быть 100% доверие. То есть, к примеру, мне можно доверять, я вот никогда не скажу, что делать. Если я скажу, что делать нужно, это делать нужно. А если это, ну, как бы под вопросом, я так скажу, это тема под вопросом, а мы здесь рискуем. То есть, очень важно найти честный подход, основательный такой. Вот я это пропагандирую, и почему я это говорю, да, не чтобы вот как бы себя похвалить, а чтобы вы точно так же делали для своих клиентов. Если вы считаете, что так и надо, то вы своим клиентам точно так же будете говорить и ученикам по вашей профессии, если вы будете кого-то обучать, и клиентам, которые вы ведете по стройке, вы же им говорите правду, что вы не можете там гарантировать что-то, да, потому что это не ваша зона ответственности, и они именно это ценят. Вот это важная вещь. Как вы чувствуете, то и надо продвигать. И к вам придут такие люди, которые будут. Хотя я человек действий, я всегда делаю все быстро, принимаю решения, но, как выяснилось, не всегда верные. Да, верные решения принимаются по верной системе. И здесь вы и мы для того, чтобы как раз построить вот эту правильную систему. Спасибо большое, да, применим эти темы, расскажу свои истории с этим связанные. Спасибо, что поделились. Ирина, я думаю, что у вас будет все отлично. Екатерина, меня, наверное, лень. Люблю работать, когда много дел, сроки поджимают. Когда у меня один проект и времени вагон, то я его с легкостью откладываю на завтра. Что сейчас и происходит. Да, такое тоже есть. С чем это связано? Скорее всего, вы в комфортном состоянии, и, скорее всего, у вас нет необходимости зарабатывать прям много денег. Ну, то есть вам достаточно, у вас окей все. И есть такая история, что вам нужно найти мотивацию. Вам нужно большое зачем? Почему вы хотите что-то изменить? Вот, к примеру, я работаю, что сейчас я делаю? Не потому, что там мне деньги нужны. Нет, у меня как бы и так нормально все, я могу разными проектами зарабатывать. Просто я это делаю, потому что вижу необходимость и важность. Я запустил эту тему и помогаю вам сейчас, в принципе, бесплатно, полезно, чтобы вы смогли сделать то же самое для себя. Почему? Потому что в ценностях у меня это есть. Я нашел это в себе, мне это ценно, супер важно. Мне важно, там, не все деньги заработать, да, а именно помочь максимально количеству людей. Меня это мотивирует, меня это заставляет каждый день делать то, чем я занимаюсь. У вас должна быть тоже такая тема. Как ее найти? Ее найти можно. Опять же, я рекомендую использовать упражнение Круг Шварца. Там показаны ценности, которые у вас есть, ценности инструментальные и ценности терминальные. Там вы сможете найти свое большое зачем, почему вам это интересно, найти свое дело, и тогда вас просто ушами будет за уши не оттянуть от того, чтобы заниматься этим. Никакой лени не будет. Лень вообще будет убрана из вашей жизни, как просто непонятная вещь. Лень возникает в одном случае, когда вы занимаетесь не своим делом, не тем, и вам организм подсказывает, что это не нужно, это непродуктивно. Поэтому решение от лени и мотивация – это найти как раз свое дело. Есть еще там одна история с мотивацией связана. У нас в любом случае есть мотивация, это от большой цели у нас идет, либо мотивация идет от противного, когда мы совершаем какие-то действия, чтобы не попасть в неприятность. Есть еще групповая мотивация. Вот есть разные типы мотивации, там в основном четыре основных. У меня есть система, так называемая формула счастья, да, я, наверное, ее тоже вам покажу. Я вот еще просто не знаю, на самом деле, что показывать вам, насколько вам актуально. Наверное, под запрос, да, вот я вижу, если будут запросы, буду показывать какие-то упражнения, потому что много всего, да, и нужно, чтобы именно вам помочь. Так вот, есть такая суть, что вы находите именно свою мотивацию для своего типа личности. У каждого это свое. Кого-то мотивирует достижение личное, там, покупка автомобиля, жилья. Кого-то мотивирует, что их похвалят, да, допустим, ценный человек для него сделает ему, ну, комплимент. Кого-то мотивирует личное развитие, да, что вот не похвастаться именно для себя. Кого-то мотивирует групповая динамика, что вот мы в сообществе. Вот четыре основные позиции. Найдите, что ваше, и дальше ваша задача, вашу мотивацию подстроить именно под это. То есть, но для начала нужно понять себя и понять, что вас мотивирует. Только после этого можно будет выстроить себе мотивацию, чтобы не была лень вообще. Это комплексное решение. Если вы понимаете, что есть такая проблема, ее надо комплексно решать, она решаема. То есть, можно ее сделать даже самостоятельно, если ты включить голову. Понимая, что у меня есть в чем-то ограничение, я эти ограничения достигаю. В общем, проблема решается. Катерина, да, тоже желаю вам удачи здесь. Я думаю, все получится. Евгения. Благодарю за видео. Пожалуйста. Очень радостная от души. Приятно, что способность раскладывать все по полочкам. Сейчас она только мощно помогает успокоиться. Отлично. Вернуть в состояние нормальности и начать просто смотреть на факты, как есть. Для меня это было очень ценно. Она действительно потеряла внутри себя опоры уверенности и забыла, кто я и что стоит делать. Даже были мысли с нормальным дизайном, конечно, пора идти в эконом и пресс. Нет, в эконом идти не нужно. Желательно, если вы уже работаете в бизнес и премиум, вам проще бизнес и премиум получить за счет упаковки правильно, чем идти в эконом. Никакого смысла абсолютно в этом нет. Там сложнее, дороже, дольше. Не надо туда идти. Отдельно спасибо за активный настрой. Отлично. Кто, значит, не развивается, попробовать. Отлично. Спасибо. Дарья. Я меньше года назад открыл сопутывающую дизайн интерьера направление, магазин света, мебель и всего интересного. Мне сказали, что если я уже не могу сложить услуги, ограничена пропускная способность, как главного в процессах. Максимально смогла с системой здесь, то надо открыть направление продаж. Ну, во-первых, кто вам такое сказал? В принципе, при правильной системе у вас нет ограничения. Вы просто делите на составляющие, вот как у нас в дизайне. У нас нет одного какого-то главного человека, который все через себя пропускает. У нас ряд маленьких команд, которые работают над проектом. То есть одна команда может работать над двумя-тремя проектами в зависимости от их объема. А команд таких может быть бесконечное количество. Если вы создали одну правильную структуру, то у вас нет какого-то одного главного звена, в котором все согласовывают. У вас только есть финансовая модель общая и арт-директор общий. Ну, арт-директор может вести там 10, 15, 20 проектов, потом уберете просто второго арт-директора. То есть это вопрос решаемости. Решается абсолютно точно, если вы правильную систему построите. Я могу сказать по своему опыту, я эту систему построил, у нас она работает. Поэтому нет, это не так можно строить. И поэтому вы пошли в продажу, продавать не умеете, да? Свои услуги легко, а товара нет. Но на самом деле есть разница немножко в услугах и товарах. Там разные технологии. Первое там это продавать услуги свои, да? Как потом продавать или учить продавать услуги другим, это другая технология обучения. И третье это продавать товары. Да, есть небольшая разница. Есть еще продукты делать, ну целиком. Полностью разрабатывать и продавать подписку. Это еще одна модель. Да, модели разные, надо построить, естественно. Я планировал сделать через Инстаграм, но не все специалисты, кого нанимали, не давали результата. Естественно, специалисты, кого нанимали, не давали результата, потому что ответственность ваша не нанять специалиста, а построить систему, как вы будете по маркетингу привлекать каких клиентов. А специалисты по Инстаграму только обеспечивают конкретные цифры. То есть вы отдельно делаете себе тему номер один, чтобы задача, чтобы люди приходили, кликали на ссылку. Это первый специалист, да, создать креативы. Потом второй специалист пишет, уже там лендинг делает. Третий специалист занимается фильтрацией клиентов. Четвертый специалист уже там вы или кто-то еще это продает. То есть надо цепочку строить. И на каждой цепочке есть свои показатели. Если показатели вы выстроили, тогда вы видите, где показатели не работают. То есть нельзя взять одного специалиста, который все сделает. Это как в дизайне интерьера взять одного дизайнера, который будет еще и прорабом, и который все построит. И еще сам будет гипсокартон шить. То есть это такая утопия, да, на все есть специализация. А как правильно действовать, это задача ваша, как раз таки построить эту систему. Поэтому я бы начал с построения системы, в принципе я так и начинал у себя. Не могу найти хорошего менеджера, абсолютно правильно, не можете, потому что системы нет. Хороший менеджер приходит на готовую систему работы и там управляет. Нет стабильного оборота, полный бардак и никакой системы. Вот в том-то и дело, ваша задача, если вы это понимаете, построить систему максимально быстро. Сплошной стресс. Да, дальше будет хуже, если так. Только в конце года пошли более-менее продажи, сейчас появились результаты. Ну, надо проанализировать, почему они пошли, что вы сделали правильно. Повезло ли вам как-то, либо все-таки вы наладили эти действия. И дальше посмотреть, вот именно эффект у вас был от чего. От случайности, либо от прогнозируемых действий. Но потом кризис, и не знаю, что будет дальше, никакой уверенности. Я системный человек, я очень хочу наладить в своей работе, но не знаю как. Систему наладить можно. Посмотрите, у меня на канале есть базовое, там много видео по пониманию, как делать систему. Если ваша задача именно систему наладить, приходите, мы можем отдельно с вами по системе поработать. Если не по продажам, а именно по системе. Потому что системное мышление, оно как раз-таки воспитывается. На самом деле, те люди, которые думают, что у них нет системного мышления, это не так. У каждого человека есть системное мышление, потому что просто вы не видите, вы не понимаете. Надо их подтолкнуть немножечко. Есть некоторые упражнения, которые это развивают. К примеру, это упражнение, на самом деле, уровня пятого класса. Вспомните, посмотрите, круги Эллера, называемые, так называемые. И распределение по категориям. Вот это самое важное. Как только ты понимаешь распределение категорий между, ну, в майндмэпе, допустим, и к рукам L рассмотришь совпадающие и различающиеся элементы, ты можешь их соединить. Это несложно, это легче даже, чем планировки делать в интерьере. Даже, мне кажется, легче, чем хлеб печь. Вот, там какой-то навык руками надо что-то делать, да. То есть, поэтому систематизация, она учится, надо просто этим заняться. И как только вы поймете, как она работает, как у вас соединяется отдел производства, рекламы, продаж и административные, как только вы между ними наладите связи, построите финансовую модель, построите людей, у вас будет получаться. Поэтому один раз задача это сделать, все равно это придется сделать. Если вы живете на этой планете и хотите дополнительного себе результата получить, то рано или поздно вам придется выучить систематизацию. Поэтому учить надо ее обязательно. Следующая, Наталья. Да, спасибо, Дарья, что поделились. Я думаю, что многие вопросы у вас будут закрыты. Задавайте их дальше, будем разбирать. По пункту 1. Я не реализую сейчас, потому что совсем недавно определилась с возможным направлением и не занялась придумыванием деталей. То есть, я в процессе. Ну, кстати, да, у нас первый элемент это именно определиться, сделать фокус. Потому что пока фокуса нету и определение с чем-то одним, с фокусом внимания, бессмысленно дальше что-то делать. Бессмысленно делать продукт. Поэтому здорово, что определились. Кто не определился, это первичное, что нужно сделать. Подумать, что именно для вас. Опять же, чтобы понять, что нам делать, что нам более выгодно, надо посмотреть, где у нас энергия, к чему у нас лежит именно предрасположенность. Опять же, я могу сказать, посоветовать. Я думаю, придется даже дать задание вам по ценностям по шварцу. Там все раскладывается на элементы. Очень интересная тема. Поэтому, да, определяйте, что ваше и двигайте в одну тему. Делайте на один фокус. Я раньше работал лично, только по рекомендации встречалась непосредственно с людьми тет-а-тет. Да, бывает, нормально. А сейчас у меня тормозит, что я не привыкла в онлайн-простанции высказывать свою позицию. Бывает, что не привыкли, надо привыкать. Нет внутренней уверенности. Вырабатывать надо именно высказыванием и пониманием, что всем все равно, что вы там высказываете. То есть, ну, как бы никто не оценивает вас. Ну, или оценивает, но вам все равно должно быть. Это всегда чувствуется, просто нет навыка все это делать на практиках, чем собираюсь заниматься в ближайшее время. Занимайтесь. Ну, то есть, надо не собираться заниматься, а прямо сейчас высказать свою позицию. Вот прямо сейчас слушая это аудио, то, что я вам записываю, не зря, надеюсь, прямо берите сейчас и высказывайте свою позицию по интересующему вам вопросу. И вы увидите, что ничего не случится. Я вон выложил видео, ну как бы ничего не случилось. Ну, ну что, ничего страшного. Когда я раньше выкладывал какие-то видео или что-то, меня там хейтили тоже. Ничего страшного, то есть, как бы, какой вариант? Вариант делать и получить хейт, и вариант не делать, и остаться на том же месте, и самому не разбиться. Я много лет назад, когда начал выкладывать, там, обучение, уроки и все остальное, то есть, мне тоже писали, куда ты лезешь, выскочка, что ты там рассказываешь, нам базовые какие-то основы 3D Max'а. Ну и что, я на 3D Max'а очень много денег заработал, и в целом все, что у меня есть, благодаря тому, что тогда я не побоялся этого делать. Вот и все. Просто через несколько лет, либо вы останетесь на таком же месте, либо начнете получать лучший капитал, да, и лучше монетизировать свои услуги. Вот и выбор. Поэтому начните прямо сейчас, отложите это видео, да, и запостите то, что вам сейчас кажется. Просто начните. И завтра сделайте еще раз, и послезавтра еще раз, и ничего не случится. Вы увидите, что ничего не изменится, и ничего не случится, и не так это страшно. А потом вы научитесь получать от этого удовольствие. Так, дальше. Практика собиралась, потом могла влиять на результат. Вот это, кстати, очень классная вещь, то, что вот вы пишете, значит, что нет уверенности, всегда чувствуется просто навыком, не могу практику влиять на результат в ближайшее время. И поэтому я могла всегда повлиять на результат конкретной ситуации сразу же. Например, возникла проблема настройки, я точно знал, что в силах решить любую проблему. Приезжала и решала. А в онлайн много разных людей, которых я не знаю, и я не могу гарантировать результат. На самом деле настройки вы решали, ну, как бы в личной работе, да, какую-то ситуацию непонятную. Но если вы посмотрите, все типовые ситуации, которые возникают в настройке, они возникают от того, что нет системы у людей. Либо они действуют не по системе. И если мы возвращаемся к систематизации, то как только вы проанализируете достаточно количество вопросов, возникающих настройки в онлайн-обучении, где-то еще, вы увидите закономерности. И ваша задача построить систему, которая решает эти закономерности. И как только вы ее построили, у вас работа перейдет в придумывание каких-то исправлений, в создание контрольной точки, когда вы не допускаете ошибки. И как только вы это понимаете за счет систематизации, у вас получается такая схема, что как бы вам не надо исправлять ошибки, вы делаете так, чтобы система не позволяла допустить ошибки. Надеюсь, понятно, что я сказал. И это решение всех вопросов. Вы создаете систему и последовательность, которая подходит под все варианты, под все и дает результат гарантированный. Эта технология, вот как я сейчас записываю видео, у меня там 7 шагов. Любую тему запуская по этим 7 шагам, вы добьетесь результата. Вот, поэтому у каждого этот результат будет свой и отличный от другого. Но схема и система одна и та же. И ошибки, которые можно совершить на каждом из этих этапов, они тоже одинаковые. Вот, поэтому мы сейчас как раз таки, я вас опросил, я смотрю ошибки, которые могут быть, смотрю вопросы, которые возникают, и я это добавляю в систему. Таким образом система становится супер устойчивая. И какая бы вопрос не была, какие бы ошибки не были, я могу их почитать прямо сейчас. И прямо сейчас у меня есть ответы на все вопросы. Не потому что я такой умный, а потому что уже есть система, потому что есть опыт уже именно в отработке этих материалов. Я знаю, что ответит, я знаю, почему это происходит, я знаю, как это править. Я видел, как это правится, я делал это для себя, я делал для других людей. И это и есть опыт, это и есть то, что вы должны наработать в своей теме, используя, может быть, даже мои наработки. То есть просто взять, что я наработал, и применить это в своей теме. Это очень удобно. Я, в принципе, это прокомпагандирую. Если вы приходите ко мне обучаться, если вы работаете со мной, я вам передаю всю систему целиком, и вы можете весь мой опыт, весь мой потенциал использовать у себя в теме и стать лидером номер один в своей теме, каждый в своей. Это такая хитрость, которую можно использовать. Так, могу еще перестроить, что конкретный случай без потери качества, когда я даю информацию, для многих людей пугает, что под каждого не подстроишься заранее. Как раз таки под каждого подстроишься заранее, потому что система, она подходит для всех. Хотя кажется, что она индивидуальна. Я не считаю себя экспертным, третье, и просто боюсь начать, естественно, критики, особенно в профессиональной теме. Да, критика будет, и особенно в профессиональной теме, и особенно если вы будете успешны. Вас точно закритикуют и точно исключают из всех сообществ. Это нормально, особенно если у вас будут финансовые результаты. Просто точно надо это понимать, и это будет. И это хорошо. То есть это значит, вы молодец, если до этого дошли. Если вас никто не замечает, либо хватит. Если вас профессионалы и коллеги, если начинают вас хвалить, что да, молодец, то это как раз плохой знак. То есть лучше, чтобы ругали, потому что это зависть. Зависть, ну как бы она всегда возникает, когда вы делаете что-то нужно. У тех людей, которые не продвинуты в плане, вот как мы вчера обсуждали ранее, что завидовать бессмысленно, надо с позитивом идти. Но большинство людей не придерживаются таких взглядов. Соответственно, они начинают хейтить, писать негативные комментарии, говорить, что там у вас не получится. Да, такие люди будут, и хорошо. Как только вы увидите, что их будет много, значит вы на правильном пути. Это нормально. У меня то же самое было. Рассказывал про то, как я стал делать визуализацию. Мне там стали писать негативные комментарии, куда ты лезешь. В принципе, понимаю схему движения, с чего начать. И, конечно, те какие-то запуски, так как мало опыта в новых темах. Ничего страшного, что опыта мало. Опыт вы приобретете, запуская. Я люблю реально побольше разобраться в теме, делать качественную консультацию, если это предмет на продажу. Чтобы делать качественную консультацию, по собственному, качество консультации, оно зависит от того, как вы следуете системе консультации, и какая это система. То есть, чтобы оказывать качественную консультацию, как ни странно, даже ее новичок может оказывать качество. Если он будет знать ответы на вопросы, И если у него будет система, это абсолютно точно. То есть вы можете взять мою систему, например, и знать, какие проблемы возникают у людей, и знать ответы на эти вопросы, как я сейчас вам надиктовываю. И вы можете точно так же им отвечать. То есть просто они услышат ответ не от меня, допустим, а от вас. И это будет уже ваш результат и ваша ценность. Вот так это работает. В принципе, этому даже можно научить старшеклассников. Никаких проблем тут нет. Следование ответом по системе не требует больших вложений. То есть надо просто знать, что правильно отвечать и какая это система. В общем, внутри надо настроить себя на позитив. Это да, работать с самоценностью снаружи. Да, это все так. И четвертое. Я не умею продавать. Мне казалось, это не нужно, так как 15 лет я просто не справился физически с объемом заказов. Ну, у меня такая же, в принципе, проблема. Я не умел продавать до 2008-2009 года, когда у меня было в избытке всегда заказов. А потом я просто поехал, меня пригласили в Сочи, я там познакомился с ребятами, и я увидел, насколько изящно и классно они продают. Там я познакомился, увидел, сказал, да я хочу тоже научиться, пожалуйста, научите меня. Ну, пообщавшись с ними просто там в кулуарах, пообедав, пообщавшись, потом приехав в Москву уже из Сочи. Ну, в общем, я общался достаточно плотно. И в то время я писал как раз книгу «Энциклопедия дизайна и комплектацию». И моей задачей было написать эту книгу и желательно не вкладывать в нее деньги. То есть писал-то я сам, с копирайтером мне помогал именно оформить. А дальше моей задачей было ее выпустить и выпустить за счет помощников, спонсоров. И я вот собрал около миллиона на то, чтобы спонсоры выпустили эту книгу. И делал это я благодаря продажам. То есть я попросил ребят помочь мне, потренировать меня, чтобы я смог продать это поставщикам. И мне это очень понравилось, потому что я построил систему, я увидел, как работают продажи, я почувствовал это, я попробовал. Ребята мне помогли, и я очень благодарен здесь, конечно, им. И потом я сказал, слушайте, очень классная у вас система, давайте вам книгу тоже напишу. Я написал книгу по этой теме, потому что если хочешь в чем-то разобраться, то надо обучить кого-то, либо перенять систему. Мы общались с темой продаж, и почему я сейчас хорошо в этом разбираюсь, потому что не потому что только что я сделал, потому что я систематизировал и написал методику по продажам, которая работает отлично. Поэтому теперь я продаю что угодно, кому угодно, и если есть хороший продукт, это несложно. А если продукт нехороший, то сначала я работаю с продуктом и делаю его классным, качественным, а потом обеспечиваю продажи. Потому что, ну, как бы некачественный продукт или недорогой какой-то дурацкий, конкурентный, продавать смысла нет. Гораздо проще его перестроить и потом уже продавать. Вот, как бы это такая база. Поэтому тема мне понятна, да, что я тоже не продавал, но рано или поздно это можно научиться. Да, это занимает время. Несколько месяцев, может быть, уйдет. У меня там B2, по-моему, месяца заняло достаточно плотной работы. Но теперь я этот навык умею передавать. Я уже передаю его дизайнерам, и они, делая, и не только дизайнерам, другим людям, они, делая по моей технологии продаж, продают как раз вот на те цифры, которые я показывал, там 300, 500, миллион. Ну, то есть все на миллион выходят. Почему? Потому что моя задача просто сделать им продукт, показать, что их продукт востребован и полезен. Они сами делают систему, и дальше они по этой системе продают другим людям свой продукт. В этом-то и есть суть. Поэтому продажи обязательно нужны, вам тоже рекомендую изучить. Выводы сделал, что со временем пришло понимать, что сейчас нужно начинать, собираюсь морально. Ну, собираетесь морально, да, поэтому если соберетесь, то супер, значит все получится. Анастасия, в целом я попробовал. Давайте, да, дальше я вижу еще комментарии есть. Это я, наверное, в следующий заход сделаю, прокомментирую. Спасибо всем большое. Пишите еще комментарии. Если вы сегодня тоже напишите, успеете, я сделаю еще одно видео дополнительное, чтобы оно было не более полчаса. И послушайте, посмотрим. Если у вас есть какие-то комментарии еще, не стесняйтесь, пишите. Я такими блоками постараюсь помочь персонально тем людям, кто проявляется и кто не стесняется писать мне и нам в группу, для того, чтобы на ваших вопросах учились тоже другие люди. Если было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет полезно. И делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже приходили и получали пользу. Все, спасибо и до связи.